ребят всем привет хотел записать короткое видео по поводу последнего обновления санта клаус обновления и так что же у нас изменилось в игре прежде всего возможно доступен ремонт транспортных средств то есть вся техника в игре получившая критические повреждения получил возможность чиниться чиниться она машинками снабжения причем такой крит как bail out то есть экипаж покинул машину тоже поддается починки при этом некоторые танки с я так понимаю некоторые транспортные средства именно танки получив крит bail out все равно продолжают но имеет возможность двигаться я не знаю чем это связано мы еще потестируем имели имеют ли они возможность стрелять то есть возможно некоторые члены экипажа были убиты полностью вот и они могут только двигаться но факт остается фактом после bail out техника продолжает двигаться некоторая техника допустим машинки транспортные там как правило bail out означает что машинка неподвижна при этом ее можно починить на далее переработана система критических повреждений ваншотов стало гораздо меньше то есть ваншот это крайне редкое событие ныне в игре и как правило первым выстрелом даже с хорошими шансами на пробитие то есть даже с шансами стопроцентное пробитие и стопроцентного попадания как правило первым выстрелом идет крит какой-нибудь крит не обязательно даже постоянные крит экипажа там половина бака уничтожена или просто уничтожена бака и танк забирается только на второй третий выстрел это же правило работает и для кумулятивных снарядов то есть панцершреков пупхенов и панцерфаустов хотя с панцерфаустами вроде как-то повеселее не знаю чем связано далее увеличена точность ближнего и среднего боя ну 600 метров получается накидывают под плюс 2 точности то есть но это по сути баф шерманом потому что они как правило стреляют первым первыми и соответственно выезжая на какие-то критические дистанции то есть пятьсот шестьсот метров они первыми сводятся первыми стрелять да еще и получают баф к точности на плюс 2 и самое последнее это скорректирована то есть увеличенная скорость написано скорректированная скорость транспортных средств по сути что это означает добавили скорости большинству техники в игре причем некоторые довольно странные допустим тигр теперь катается быстрее шермана шерман 28 километров в час тигр 30 и отступающий шерман не сможет уйти от тигра в открытом поле да а пантера катается вообще 35 километров в час по пересеченной местности как ранее катались стюарты также это обновление включала себя event нужно было пройти сценарий сейчас в принципе уже нет смысла показывать сейчас вы уже этого ас не получите но вот сценарий нужно было пройти два на два режиме атака и нам выдавалась выдавался за этот ивент ас вот он кратчмар ас в 12 сс дивизии это карточка пазиков четвертых на c стадии 2 звездочных очень часто наберется в деку и вот собственно говоря этот ас который нам доступен стал доступен после прохождения этого ивента вот он вот так вот выглядит ну по сути все и хочу показать вам нарезку критических повреждений то есть сейчас будет показано видео где стопроцентная шанс пробить и стопроцентный шанс попасть работали мы пупхином по шерманом ну и смотрите сами что произошло а а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну и в конце хотелось бы сказать, что переработанные криты напрямую сказались на игре и работоспособности таких дивизий, как Фальшики и Люфтланда. Их самолеты теперь не сбривают по несколько танков за заход, а зачастую наносят лишь пару критов и валят на базу. То есть вот именно этот Хеншель в 91-й авиаполевой дивизии, который без звезд, вот он зачастую так и делает самолет за 200 поинтов, наносит кучу критов и уходит. То есть выступает в роли саппорта. Нанести пару критических повреждений, застанет технику и уже далее должен работать ваш Мардор, потому что Хеншель очень редко, когда забирает танк в одного. Прям очень редко. Даже когда ему никто не мешает. Вот такой вот баланс теперь в игре. Всем спасибо за внимание. Всем пока.